количество рекордов которые поставили эмираты она просто бесконечно сейчас я нахожусь на пальме это искусственная пальма вы скорее всего они слышали думаю большинство из вас и большинство из вас ее видела я сейчас не просто на пальме а я сейчас нахожусь в по сути музее это palm view то есть вид на пальму здесь небоскреб и можно подняться на 52 этаж с которого открывается панорамный вид на весь дубай я снимаю себя и меня снимают тоже еще вдохновляющая история реализации культового проекта palm jumera началась в 1997 году шейх мухаммед ибн рашид аль мактум обозначает стратегию по увеличению дубайской береговой линии в два раза планируется строительство острова который добавит береговой линии еще 70 километров и обеспечит платформу для инвестиций и развития города только на проведение исследований призванных подтвердить осуществимость проекта уйдет четыре года 2001 году шейх объявляет о строительстве искусственного острова в форме пальмового дерева специально запускается спутник для исследования отведенного под остров место начинается создание 11 километрового волнореза для чего используется камень из 16 карьера в северных эмират 2004 году заканчивает строительство почти полутора километрового подводного тоннеля соединяющего листья пальмы с ее телом само здание что здесь можно делать ну прежде всего здесь наверху находится ресторан кафе можно выпить кофе посидеть отдохнуть здесь панорамная панорамный ответ он идет по кругу можете посмотреть куда угодно как сторону моря так и в сторону дубай собственно говоря здесь же внутри прохладно на улице 36 градусов сейчас 1040 угадать можете написать в комментариях написали за 6 они сделали за 6 лет я считаю что это невероятно просто когда видишь эти масштабы просто сделали искусственный город в виде пальмы чтобы основание было более надежным провели специальное виброуплотнение грунта которая резко ускорила процесс естественного оседания песка 2005 году на первом этапе жилищной застройки начинается строительство 4000 жилых объектов включающих две с половиной тысячи прибрежных апартаментов и полторы тысячи пляжных вилл в 2008 году открывается атлантис куда мы отправимся первые курортный отель мирового уровня на palm jumeirah 2009 году в palm jumeirah запущен первый на ближнем востоке монорельс 2010 году открывается skydive дубай и теперь на palm jumeirah можно посмотреть с высоты 3900 метров во время прыжка с парашютом 2013 году здесь устраивают самое большое пиротехническое шоу в истории занесенная в книгу рекордов гиннеса важным событием на пальме стало открытие в 2018 году 11 километровой набережной для туристов и жителей сразу же ставший популярным местом для прогулок пробежек и обзора достопримечательностей и шейх был настолько рад настолько рад что он сделал что он решил строить еще одну пальму и представьте какую и кстати еще строят 15 километров на 15 километров смотришь на это все и размеры конечно впечатляют и это 5 на 5 а 15 на 15 ну это просто что-то невероятное я даже ну реально это сложно себе представить вот сюда если вы подниметесь майк набьешь степ здесь написано дальше вот смотрите я стою на стеклянным полом и вот здесь вот это дальше это остров шейха как вам такое здесь кстати подсмотровой прям я не знаю что это отель возможно здесь бассейн и люди купаются скажите мне какой самый известный объект вы знаете на пальме это отель отель атлантис несмотря на всю свою помпезность отель атлантис открыт для публики здесь есть парк аттракционов вы можете приплыть к нему на своей лодке и пришвартоваться к бесплатному пирсу как и постояльцы отеля вы можете зайти в казино ресторан или бар в отеле есть два номера которые регулярно фигурируют в списке самых уникальных номеров в мире это подводные люксы посейдон и нептун по всему миру подобных номеров насчитываются единицы это один из самых знаковых самых дорогих известных отелей не только в дубае в арабских эмиратах но и во всем мире здесь кстати недалеко отсюда есть вилла дэвида бека мои многих звезд миллионеров миллиардеров монорельса здесь ходит поезд и мне сказали не знаю я правда это или неправда что когда вы едете к атлантису цена на поезд меньше чем цена когда вы возвращаетесь у некоторых из вас могут возникнуть мысли о том чтобы взять дрон и полетать здесь в арабских эмиратах на дроне сейчас просто использовать дрон летать как хобби развлекушка здесь нельзя даже если вы имеете какую-то лицензию потому что недавно здесь был теракт относительно недавно в аэропорту в дубайском и они запретили вообще полеты на дронах есть вариант полетать на дроне для этого нужно делать запросы как правило разрешают каким-либо организациям которые базируются здесь в арабских эмиратах вчера был следующий случай мы когда ехали на автобусе была перекрыта дорога потому что перевернулась машина неизвестно была какая-то авария или что это было и туристы достали свои телефоны для того чтобы снимать да ну как мы по привычке это делаем наш гид сразу же нам сказал ребята все убираем телефоны никто ничего не снимает потому что в арабских эмиратах запрещено снимать происшествия и еще больше запрещено что-то куда-то выкладывать социальные сети то есть такие фишки штучки дрючки типа как пранки насмехаться над кем-то потом выкладывать это в социальные сети это запрещено и это карается у них по закону штрафы от 70 тысяч долларов конечно же запрещено снимать членов королевской семьи если вы встретите ну вообще арабов без их согласия и выкладывать куда-то в соцсети если это заметится да то они да если пожалуются вам может грозить штраф в реалии все не так строго то есть если там я хожу снимаю никто скорее всего на меня не пожалуется но если я буду в лоб снимать кого-то и потом это публиковать то тут уже могут возникнуть неприятные ситуации парус ребят конечно вы наверно не хотите чтобы пар парус я вам рассказывал сейчас потому что вы и так про него все знаете про парус невозможно не рассказать да бурра ля раб или башня арабов считается единственным в мире семизвездочным отелем и также третьим по высоте отелем мира в интерьерах отеля использовалась 24 каратное золото большая часть полов и стен буржеля раб сделана из эксклюзивного итальянского мрамора из которого микеланджело создавал свои шедевры официально в мире не существует семизвездочного рейтинга отелей термин семь звезд был придуман журналистом присутствующим на открытии этого отеля в реалии же даже пятизвездочный рейтинг отелей может варьироваться в зависимости от страны поскольку не существует глобального стандарта для звездных рейтингов если вы захотите провести здесь скажем бизнес встречу то рассчитывайте что чашка кофе вам обойдется в 25 баксов но цены на номера на следующий месяц начинаются где-то от 2000 долларов вы прилетаете в аэропорт вам не хочется ехать на такси для вас вызывают вертолет и на этом вертолете вы можете прилететь и сесть туда на вертолетную площадку которая находится наверху на высоте 220 по моему метров на этой вертолетной площадке в прошлом играли теннисиста роджер федерер сандре агаси у них был матч в целях рекламы для продвижения туризма в дубае также там играл в гольф тайгер вудс рядом находится сук мединат джумейра это рынок еще его называют дубайской венеции потому что там очень много каналов здесь же вот рядом находится wild wadi это первый водный парк водные горки в дубае здесь естественно чтобы сюда попасть это стоит денег но если вы будете оставаться в одном из отелей джумейра групп то у вас будет безлимитно этот аквапарк я нахожусь на смотровой площадке в бурж-халифе самое высокое здание в мире и первый вопрос можно ли в ней переночевать да можно здесь есть отель который называется armani на момент записи этого видео цена на номера здесь начиналась от 600 долларов за ночь в здании живут люди здесь 900 апартаментов включая студии 1 2 3 и 4 спальные сьют и интересно что треть всего здания занимают так называемые технические этажи где находятся скажем бустерные насосы для распределения воды до самого верхнего этажа я нахожусь на смотровой площадке в бурж-халифе это 124 125 этажей здесь два этажа и находится эта смотровая на высоте 555 метров это также самая высокая смотровая площадка в мире для того чтобы подняться сюда на смотровую у вас уйдет всего одну минуту если бы вы делали то же самое на обычном лифте то у вас ушло бы от 10 до 20 минут и смотровая идет по кругу и когда вы ходите здесь вот такие знаки я видите сейчас рядом с west нахожусь со знаком west здесь показано четыре стороны света сначала вам нужно зайти в дуба и мол самый большой мол в мире я наверно ничего для вас нового не открою если скажу что катание на яхтах больших яхтах это очень популярная развлекуха в дубае и вот дубай марина это место откуда как раз и отправляются яхточки где можно поехать на полпать и тусовку на лодке где можно поехать на рыбалку этот как раз здесь и дубай марина как мне сказали она ближайшее время станет самым большим яхт стоянкой во всем мире большая часть дубай марины это знаменитый жилой район называется он джумейра бич резиденс самый длинный жилой комплекс в мире которая растягивается на один километр 700 метров в дубай марине находится более 200 жилых башен из каждой из них открывается невероятный вид на город и гавань место это известно как самый высокий квартал в мире язь мне в это трудно поверить но высота вот этого колеса обозрения дубай ай 250 метров наконец дубайский глаз еще одно чудо инженерной мысли он намного больше лондонского глаза здесь 48 капсул с кондиционерами каждая вмещает 30 человек одновременно может вместить до 1400 человек ну помимо колеса обозрения вы можете также приехать сюда в этот район это очередной насыпной остров где изначально построили колесо и здесь можно погулять называется это место blue water то есть голубые воды а вот это здание тоже интересное здесь значит на самом верху есть самый высокий в мире бесконечный бассейн сорян я немножко дал вам ложную информацию в самый высокий бассейн находится в сингапуре я думаю вы видели до который корабль все напоминает там высота у него за 300 метров вот это на высоте 293 293 метра тоже в принципе неплохо поэтому вперед поднимайтесь купаться купайтесь и наслаждайтесь видом и 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